Всем привет! Это второй выпуск Квестника о Красии. Вы оставляли много классных комментариев под предыдущим выпуском, и мы решили, что самое время поделиться с вами новинками, которые вас ждут в игре прямо сейчас. На дворе июль, жара, и наши обновления такие же жаркие. Ну что, погнали? В игре появилось сразу несколько новых островов. Не волнуйтесь, персонажи с разным уровнем экипировки найдут занятия себе по душе. Мы читаем ваши комментарии. Каждый остров обладает своим неповторимым характером, и на каждом есть чем заняться. Например, на острове Голубая Бездна есть босс, который появляется каждые 4 часа. Торговец с гребешками, для появления которого нужно выполнить цепочку заданий. Остров доступен от 500 уровня экипировки, а есть заснеженный Аргон, куда смогут отправиться желающие достигшие 250 уровня экипировки. Чтобы получить его душу, нужно будет поупражняться в изготовлении скульптур. Где-то между ними по уровню остров обреченных, он для всех, у кого 430 ГС. Прекрасные пейзажи и опасный босс, при убийстве которого можно случайным образом получить душу острова. Для любителей задач посложнее есть Мэттус, как сказали бы в одной кинофраншизе, это Остров Разбитых Кораблей. Там вам предстоит разгадать тайну, а отправиться туда смогут смельчаки с 545 уровнем экипировки. Последний остров из новых это Номакс. Душу острова можно получить за максимальный уровень репутации с Марией. Туда получат доступ обладатели снаряжения не ниже 650 уровня. А еще игроков ждет кое-что очень необычное. Новая цепочка заданий для всех, кто достиг 50 уровня. Ее название вы видите на экране и лучший перевод, который я могу подобрать, Земля правды, что вас ждет. Пусть это будет сюрпризом. Как видите, нам есть куда отправиться. Не знаю, как вы, я уже все распланировала. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, на какой из островов вы отправитесь в первую очередь. Также предлагаю не обходить стороной нашумевшие новости, которые недавно представили на корейских серверах. Они наделали довольно много шума в соцсетях. Был представлен новый класс в архетипе стрелок. Скаут. Вы можете заметить в его арсенале не только полуавтоматическую винтовку и другое оружие, но и дрон, который летает рядом с ним и помогает в бою. Геймплей вы видите на экране. От себя скажу, что такого не мог бы представить себе даже Илон Макс. Рассказали о масштабном втором сезоне для игры. Переработка обучения для новичков, новые системы роста персонажей по достижению 50 уровня. Удалят часть старого контента, переработают хаус данжи, королевские приказы и хранители. Добавят новый континент, подземелья бездны и много-много других изменений. Ну что, пока на этом все. Нам остается только ждать, когда все эти классные новинки дойдут до наших серверов. Ну а сейчас новость для тех, кто уже готов открывать пляжный сезон. Кто хочет поменять обстановку, отправиться куда-нибудь на берег моря, слышать шум прибоя. Стартовало событие ритма лета, которое будет проходить на острове Ибица. Музыка, танцпол, пляжи, удаленные бухты. Там есть все. А еще есть несколько событий, которые проходят каждый час. Танцевальный поединок и королева танцпола дадут вам возможность продемонстрировать владение вашим телом. Танцевать придется либо в одиночку, либо в баттле против госпожи Эликеэль, по результатам которого вы заработаете специальную валюту. Ну а если вам мало, можно заработать еще, выполняя ежедневные задания. Что делать? Да ничего. Ребят, и это не шутка, вы получите награду, если не будете ничего делать. Отправляйтесь на остров и сами все узнаете. Для таких курортников есть три режима отдыха. Тихая пристань, все включено и пляжный отдых. Отдыхать нужно будет, либо уединившись в отдаленной пристани, либо слушая музыкантов нон-стоп, либо загорая на лежаках, заботливо расставленных по всему пляжу. Конечно, на пляж в латных доспехах не отправишься, поэтому в игре появилось много летних нарядов. Механика очень простая. В магазине вы приобретаете необходимые предметы. Потом надо найти персонажа Донателло в любой из столицокрасии. У нее вы сможете изменить внешний вид. Образов много, а у каждого предмета есть несколько вариантов кастомизации. Так что в одинаковых нарядах вы на пляже точно не появитесь. Также в игру добавлен новый ездовой питомец. Этот чудесный фламинго имеет три разных обвеса. Например, с одним из них вы как следует подготовитесь к долгожданному отпуску. Водолазная маска, надувной круг, корзинка для ракушек. Все при нем. Если честно, я немного завидую своему игровому персонажу. Пропустить это все просто невозможно. Вместе с ритмом лета в игре появится возможность гораздо проще собирать гравировки и испытания Эсда Шанди. Да, в такую жару даже вашим персонажам лень что-то делать. Нужные вам сундуки, гравировки акрасии, ждут вас у NPC Курди, хранительница фантомов. Сундуки первого уровня обойдутся вам в 2000 фантомных сфер, второго уровня в 3000, а третьего уже в 30000 сфер. Полный список предметов, которые могут вам выпить случайным образом, есть у нас на сайте. Ссылка будет в описании. А теперь перейдем к моей любимой рубрике, это общение с нашими авторами. На этот раз я пообщалась со стримерами Дарк Пупс. Давайте узнаем, что семья стримеров думает о новинках в игре. Привет! От нового ивента ждем щедрых наград и моря летнего бабла, ибо вакантур не щадит нищей кошелек. А какая внешка самая долгожданная? А чем внешка откровенней, тем она интересней. Я, как истинная борщеварочка, наверное, перемерю все костюмчики сначала на своего Бардика, а потом возьму, наверное, два. Но это точно будет спортивный и, наверное, еще какой-то. Потому что в данной обнове у нас есть возможность комбинировать несколько костюмов в один. Ребята, какие острова вы ждали больше всего? Как яркий коллекционер я очень жду обнову с душами и мококами. Наверное, больше всего из всех островов я жду остров Метус. Он позволит мне аж на целых 40 минут отвлечь от моих твинков, от твиноводства и погрузиться в мрачную, но очень интригующую и интересную историю этого острова. Я жду Аргун, где Дашина сковородка найдет наконец-то свое применение. Сейчас буквально во всех соцсетях идет жаркое обсуждение второго сезона, которое представили недавно на Корее. Расскажите, какая из переработанных механик вас заинтересовала больше всего? Что вообще ждете от второго сезона? Больше всего мне понравился перенос механика выходного бонуса на души с хранителями, ведь с нашим ливневым КП это все более и более актуально. Уменьшение ежедневной рутины. Очень ждем данного обновления. Надеемся, что разработчики будут делиться в ближайшее время с нами маленькими сюрпризами. Это очень порадует всех игроков. А я очень жду обновы только из-за коллекционирования на самом деле, потому что там и увлечение коллекцией, и карты жду, потому что теперь карты не нужно будет хаотично просто собирать или выкидывать, а они будут давать стату персонажу. А я жду, чтобы карты с хаосом уменьшились в количестве. Да, не хочется 100-500 карт открывать на персонажах, и релогать на твинков, и снова открывать, и релогать, и снова открывать. А совсем скоро мы с вами увидимся вновь, а конкретнее это 17 июля в 17.00 на канале Lost Ark. На ютубе. Да, где вы сможете с нами познакомиться поближе, задать свои каверные вопросики нам, поучаствовать в викторине, и, возможно, что-то выиграть. Что-то очень приятно. Возможно. Возможно, не точно. Напоследок посмотрим, что вы писали в комментариях в наших соцсетях, и какие вопросы задавали. Андрей Мегоров отмечает «Вселенная артеров». Конкурсы для артеров. А для инженеров можно конкурс? Андрей, это прекрасная идея. Сделай схему, которую ты описываешь, и мы обязательно поощрим тебя. Александра Розова задает интересный вопрос. Ребят, помогаем ей в комментариях. Ксении, уже можете играть. Напишите обязательно, как вам обновление. Валерий, предлагаем вам пройти цепочку этих заданий, и вы поймете, что это не ошибка. Кажется, ответила на все, и буду отвечать в дальнейшем, поэтому прямо сейчас напишите свой вопрос или комментарий к этому видео. Расскажите, что понравилось вам больше всего. Ну, а на этом у нас на сегодня все. С вами была Даная. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok